Конечно, вы отметили, что рост цен немного замедлился, но... Необходимо обеспечить полноценную стабилизацию ценовой ситуации на внутреннем рынке на продукты первой необходимости. Необходимо подойти с точки зрения принятия комплексных мер по обеспечению и продовольственной безопасности, и по обеспечению стабильности ценовой ситуации. Уже со стороны правительства была проведена соответствующая работа. Министерством сельского хозяйства были проведены переговоры со всеми крупными поставщиками и производителями продукции. К нами достигнута договоренность об открытии социальных ярмарок на территории крупных торговых сетей в городе Бишкек. Будут открыты ярмарки по пяти видам продукции. Это растительное масло, это сахар, это куриное яйцо, мясо и мясо птицы. Цены должны быть четко зафиксированы, чтобы люди знали, куда идти и по какой цене они будут получать. Несмотря на всю работу, которую проводит правительство по организации запретов на незаконный вывоз товаров первой необходимости, социально значимых товаров, в частности живых животных, других продуктов питания, мы видим, что это существенно не влияет на ценовую ситуацию. Почему? В первую неделю после введения запрета мясо на оптовом рынке опустилось на 30-40 сомов за килограмм. Спустя две недели после введения запрета цена опять поднимается. Это о чем говорит? Это не говорит не о том, что мы обеспечиваем себя в полном объеме, и говорит о том, что нашли механизмы по дальнейшей контрабанде и вывозу за пределы Крыльевской Республики в обход установленных запретов. Но это недопустимые факты. Самые уважаемые коллеги со стороны Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями, ВЕТ-инспекция, необходимо в срочном порядке навести порядок здесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!